Евгения Михайлова «Тёмные тени нехорошей квартиры». Все события и персонажи романа вымышленные. Часть первая. Вход в ловушку. Глава первая. Навязчивая идея — это что-то вроде занозы в мозгу. Она мешает, но поскольку мозг — не пятка, её легко не вытащишь. С ней приходится жить и доживать до такого родства, что расставаться просто не хочется. Лара родилась в панельной девятиэтажке на окраине Москвы. Родители у неё были сотрудниками научного института, кандидатами наук. Денег в семье было настолько мало, что в школе Лара никогда никому не рассказывала, какую зарплату получают её мама и папа. Одноклассники бы со смеху померли, те особенно, чьи родители чем-то торгуют, что-то сдают, отбивают, отмывают и так далее. Лара в эту терминологию не вникала. Мама проявляла чудеса изобретательности, чтобы дочь была красива и стильно одета. Училась Лара лучше всех, потому что родители с ней занимались. Но главное, она была достаточно хороша собой, чтобы выглядеть победительницей. Несмотря на то, что за ней не приезжал водитель, у неё не появлялась в первый день продажи новая модель телефона или рыжие ботинки, без которых ноги не ноги. С младших классов девочки ей завидовали. Они сплетничали, а в глаза льстили. Мальчики за ней бегали. Она всё это воспринимала как должное. Мама говорила, ты получилась какая-то слишком самодостаточная. Даже не могу решить, хорошо это или плохо. Сама мать постоянно переживала. Например, по поводу того, что ребят уже стали отдавать в дорогие спортивные школы на фигурные катания, гимнастику. Многие ходили на курсы вождения, поскольку к окончанию школы их уже ждал подарок – дорогой автомобиль. Лара оказалась среди самых бедных, которые занимались только в ближайшей музыкальной школе. Лара была довольна. Мама – нет. Папа стал искать выход. И нашёл. Его знакомые, семья известных актёров, решили открыть маленькую театральную студию для детей. Они искали одарённых ребят и готовили их к поступлению на актёрские отделения вузов, находили для них роли в детских фильмах. Лара, конечно, им понравилось. У неё были широко расставленные серые глаза, русые волосы, заплетённые в тугую косу, широкий ясный лоб, строгий неулыбчивый рот. Она сразу сказала, «Только я не буду хохотать, рыдать и вообще колотиться. Играть хочу». Им и это понравилось. В результате она оказалась самой искренней исполнительницей и даже снялась в нескольких фильмах, правда, в эпизодах. Вот там, в этой семейной студии, в доме на Сретенке, и родилась Ларина навязчивая идея. Она не имела никакого отношения к её актёрской карьере. Лариса решила, что должна обязательно жить здесь, на Сретенке. Ей всё время казалось, что это её место. Может, она жила тут в другой жизни. Ей там даже воздух казался родным. Это не получилось. А как? Что отсутствовало в их семье, так это умение вертеться, которое по нынешним временам является, наверное, главным умением. Лара закончила школу с одними пятёрками, отказалась от карьеры актрисы. Собственно, у неё и такой мысли не возникало. Просто она нашла красивый способ продемонстрировать одноклассникам свою исключительность. Она поступила в МГУ на филфак. Потом вдруг, опять же через папиных знакомых, появилась возможность получить второе высшее образование в Лондоне, в том самом знаменитом политехническом Вестминстерском университете. Лара выбрала факультет общей медицины. Затем прошла практику психолога в медицинских центрах Великобритании. Ей понравилось. У неё была там возможность не раз выйти замуж. Её приняли на работу в хорошую фирму. Она пыталась выстроить из одной мечты несколько проектов. Сделать карьеру, найти богатого мужа, а потом всё кончалось одним. Потом приехать в Москву и купить квартиру на Сретенке. В результате она приехала в Москву одна. Ей уже исполнилось 28 лет. Она была красива, образована и слишком самодостаточна, чтобы к кому-то приспосабливаться и находиться там, где комфортно, когда хочется находиться в другом месте. Ей самой стало ясно, что она крайне неудобный человек. Но какую-то сумму для приобретения своей квартиры она сумела накопить в Англии. В российской столице оказалось, что за такие деньги можно купить жильё в любой стране, только не в Москве и не на Сретенке. Лара устроилась на работу психологом в клинику пластической хирургии. И однажды это произошло. Одна клиентка сказала ей, что продаёт квартиру в коммуналке в Печатниковом переулке, на Сретенке. На комнату у Лары почти хватало. Правда, пришлось ещё кредит взять. Но ведь совершилось. «Я нормально отношусь к тому, что в одной квартире живут разные люди», сказала Лара матери. «Я, в конце концов, психолог. Мне вообще никто никогда не мешает. Мамочка, я ещё немного поторгуюсь, и у меня останется часть кредита на машину. Мы будем часто видеться. А потом, знаешь, как бывает в коммуналках, я вас с папой перетащу к себе. Может, кто-то захочет поменяться на отдельную жилплощадь». «Но мы не поедем в коммуналку», грустно сказала мама. «А может, и поедем. Какая действительно разница? Просто я была почти уверена, что ты будешь жить в старом английском замке, а ты вернулась к идее своего нищего детства». «Ты что?» парировала Лара. «У меня было чудесное детство. Я в студии всегда играла принцесс. Значит, все во мне это увидели». «Мамочка, принцесса — это на самом деле характер и судьба». Мать промолчала. Она считала, что судьба женщины — семья, а не дурацкая комната в коммуналке.